Проверка соединения и вот я в прямом эфире. Друзья, всем привет! Давайте собираться подключаться совсем скоро. Оля Серябкина подключится к нам и мы будем с ней общаться. Так, друзья, привет-привет! Вы уже задали свой вопрос Оле Серябкиной? Если нет, то прямо сейчас у вас есть возможность его задать. Пока мы ждем, пока Оля к нам подключится, у вас есть возможность. Так что пишите свои вопросы, если они есть. Рассказывайте, как у вас дела. Кстати, кто меня не знает, Наташа Артемьева меня зовут. Это инстаграм телеканала РУ-ТВ, где сегодня я и Оля Серябкина будем общаться и я ей задам ваши вопросы. Так что, друзья, пишите-пишите, у кого еще осталось. А вы кто, я вас не знаю. Я ведущая телеканала РУ-ТВ, Наташа Артемьева. Привет! Так, всем привет-привет! Привет-привет! Пишет Баранова Лиза. Лиз, привет! Привет-привет! Миронов пишет привет! Привет! Привет, я из Москвы. Классно! Так, посмотрим, кто у нас добавляется к диалогу. Может быть, Оля там уже есть. Нет? Пока ждем. Пока ждем, ждем, ждем. Рассказывайте, как у вас дела. Привет-привет, привет-привет! Кстати, ребята, совсем забыла сказать. После разговора с Олей в этом же прямом эфире я вам расскажу интересную информацию. Поэтому обязательно оставайтесь с нами до самого конца. Так, привет-привет! Вероника, привет! Алина, привет! Майорова Е из Магнитокорска, привет! Привет! Таджикистан, привет! Душанбе, привет! Сохраните ли эфир? Конечно, сохраню. Вдруг кто-то не успеет его посмотреть. Привет-привет-привет! Аня, привет! Иришка, кого ждем? Ждем Олю Серябкину. Сегодня я буду с ней разговаривать в онлайн-формате, но при этом это будет не менее интересное интервью. Я вот в этом сто процентов уверена. Привет! Дела хорошо. У тебя как? У меня супер! Ребята, как же у меня могут быть дела? Я, посмотрите, накрасилась, подготовилась, жду Олю Серябкину, так что все потрясающе. Вероника написала дела отлично, но это супер, Вероника. Это хорошо, когда настроение на высшем уровне. Лена пишет привет из Рязани. Привет-привет! Привет-привет! В общем, друзья, если вы вдруг не успели задать вопрос Оле прямо сейчас, пишите. У вас есть еще последний шанс. Я обязательно ей задам ваш вопрос. Привет, Наташа! Привет-привет! Света, привет! С Питера, привет! Ничего себе, Питер тоже с нами. Классно! Так, еще раз повторю на всякий случай. Я Наташа Артемьева. Это Инстаграм телеканала Ру ТВ, где мы ведем прямую трансляцию и разговариваем с артистами. Сегодня у нас Оля Серябкина. И, кстати, в конце эфира у меня будет для вас интересная информация, поэтому оставайтесь с нами до конца эфира. Так, так, так. Привет, Кемерово! Привет из Белоруссии! Как карантин проводишь? Да супер! Занимаюсь, значит, йогой, спортом. Зарядку делаю каждое утро, собираю пазлы, рисую. В общем, получаю удовольствие, так скажем, от нахождения дома, насколько это возможно. Так, вот есть вопрос для Оли, значит, как она будет отмечать день рождения. Хорошо, я ей задам. Да, Шерлок задает этот вопрос. Я даже запишу на чай, чтобы не забыть. Когда фид? А с кем фид? С кем вы хотели для Оли фид? Оля, выходи, сейчас Оля обязательно выйдет. Ташкент, привет! Сейчас посмотрим, добавляется Оля, не добавляется. Так, так, так. Пока что ждем, друзья. Вопрос для Оли? Вот, еще один, от Майорова вопрос, супер! Так, когда фид? С Мари Крамбр или хотите? Хорошо. Новосибирск, привет! Привет, привет! Так, Оля, мы ждем. Да, действительно, пока мы ждем Олю, у вас еще есть возможность задать ваши вопросы для нее. Так, так, так. Катя пишет смайлики с сердечками. Наташа пишет. Привет, привет! Всем привет, ребята! Так, будет ли дуэт? Хорошо, а дуэт с кем? Просто фид с Мари Крамбр, я записала. А дуэт с кем? Так, привет, привет! Катя, привет! С собой можно прямой эфир? Ну, вот мы и сейчас с вами общаемся. Оля, когда новый трек? Так, подождите, у нее же три дня назад вышел новый, между прочим, музыкальный клип. Хотя я знаю, когда у нее трек. Попозже вам расскажу. Сегодня гость Оля Серябкина, ребят. Так что, кто не успел задать ей вопросы, обязательно задавайте прямо сейчас. Так. Сейчас посмотрим, кто к нам хочет присоединиться. Олю, Олю! Зрители уже ждут тебя, Оля! Так, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Нет, пока Олю ждем. Так, вопрос для Оли. Много ли текстов успела написать, как обстоят дела с новой книгой от Маргариты? Интересный вопрос, кстати. Маргарита молодец. Прям действительно хороший вопрос. Едем дальше. Что еще пишете? Когда новый трек? Так, ребят, ну только что клип выпустила Оля три дня назад. Ну, вы дождите. Так. Карелия, привет. Так. Привет, привет, привет. Всем привет. Чечня, привет. Когда новый ИП? Хороший вопрос, кстати. Сейчас запишу. Как дела на карантине? Но если вы про меня, то у меня супер. Если вы про Олю, то спросим чуть-чуть попозже. Как Оля следит за фигурой? Этот вопрос тоже увидела. От Лизки. Хорошо. Как называется новый трек? У нее не новый трек. У нее сейчас три дня назад вышел музыкальный видеоклип. Между прочим, ее первая сольная работа, которая называется «Что же ты наделал?». Чуть позже о ней с Олей обязательно поговорим. А пока я ее жду, мы с вами общаемся. Так. Что больше вдохновляет на данный момент? Катя написала хорошо. У Оли есть в планах написать роман. Евгеша. Интересно. Так. Когда приедешь в Одессу? Ну, это точно уже после карантина. Так, так, так. Что вдохновило Олю написать песню? Что же ты наделала? Мне тоже интересно, если честно. Потому что там такие интересные слова, которые, в принципе, подходят каждому человеку, но при этом ее личную историю, конечно, хотелось бы узнать. Постараюсь сегодня для вас разознать. Так. Как Оля относится к своим фан-страничкам? Спрошу. Хорошо. Ну, я думаю, что однозначно хорошо. Так. Фит с Максом Барских. Увидела от Камилы. Трудно ли двигаться одной? Хороший вопрос. Что она делает на карантине? А, вот, что хочет на день рождения в качестве подарка. Мне кажется, она честно нам не скажет. Ну, потому что вдруг нас кто-то смотрит из ее знакомых, ребят. Поэтому, не знаю. Может быть, и не скажет. Так. Посмотрим, посмотрим. Пока Олю ждем. Как идет разработка мерча и начала ли она над ним работать. Спрашиваю. Вы кто? Гуля, привет. Наверное, вы только что подключились. Меня зовут Наташа Артемьева. Это инстаграм-телеканал Ру ТВ. И сегодня я здесь буду общаться с Олей Серебкиной, которую мы все очень ждем. Поэтому оставайтесь с нами. И, кстати, в конце эфира у меня будет для вас интересная информация. Но пока мы ждем Олю, я, в принципе, могу ее вам рассказать. Итак, завтра, во вторник, 7 апреля в 15.00 группа «РАЗ». Записывайте. В 18.00 Регина Тодоренко и Влад Топалов. Тоже будет с ними интервью. Среда, 8 апреля в 15.00 Артур Пирожков. А в 18.00 Люся Чеботин. Остальную информацию я продержу в секрете. И после эфира вам скажу, точнее, в конце эфира. Есть ли у Оли симпатии или отношения? Хорошо, спрошу. Хотя, мне кажется, любая творческая девушка, как минимум, без симпатии, ну, точно не сможет обойтись. Оля могла забыть про эфир. Кстати, вполне возможно. Ну, если что, мы ее сейчас напомним. Все вместе. Тут. Так, привет из России. Привет-привет. Как относится Оля к ситуации того, что она сидит дома? Хорошо, задам. Напомню, Оля, может быть, она забыла про эфир. Ребят, напомните Оле. Напишите под ее последней фотографией в инстаграме. Оля, мы тебя ждем. В эфире телеканала РУ-ТВ. Во сколько обошелся клип? Что же ты надел? Кстати, интересный вопрос. Так, пишите, пишите, пишите вопросы. Еще есть возможность их задать. Вдруг кто не успел. Так, а я пока посмотрю. Привет-привет. Всем привет. Машите привет-привет. Привет-привет. Амур. Комсомольск на Амуре. Вам огромный привет. Ребята, расскажите, чем вы-то занимаетесь дома. Вот я, допустим, пазл собираю, зарядкой занимаюсь, рисую, а вы чем занимаетесь? Как вообще, как бы сказать, чтобы от скуки не загрустить, чем нужно заниматься? Пишите. Пишите, 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 мне интересно. Так, 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 Армения. Баку, привет-привет. Привет-привет. Всем привет. Привет-привет. Ну что, друзья, чем вы занимаетесь? Хорошо, смотрим меня. Хорошо. Я смотрю Рут-Эвэ из Баку. Ага, Эстония. Хорошо, Кемеровская область. Привет-привет. Привет, Матвей. Привет, Матвей. Так, ребят, рассказывайте, чем заниматься дома, чтобы не было скучно. Так, так, так. Делаю уроки. Отлично. Вот это, кстати, правильно, Василина. Я считаю, что на учебу нельзя абсолютно забивать. Нужно обязательно заниматься. Это правда. Спорт. Светлана, а что за спорт? Ну-ка, расскажите. Молдова тебя смотрит. Виктория, привет. Николай, привет. Великий Новгород. Уроки делаю. Молодец. Это очень-очень правильно. Я считаю, что в любом случае нужно развиваться. Ой, камеру перевернула. Случайно. Простите. Так. Пока ждем Олю. Она совсем скоро должна подключиться к нам. Кто-то вот выходит из дома. Но я выхожу из дома только в магазин. Вот действительно, только в магазин. Так. Обычная кардио-тренировка. А как же вы дома их делаете? Ну, то есть это прыжки, наверное? Так, так, так. Проверяйте запрос. Оля сейчас придет. Давайте проверю. Нет, пока ждем. Передай Оле, что ее фан-клуб по ней очень скучает и очень сильно ее любит. Это очень клево. Мне кажется, на самом деле поддержка поклонников, особенно в этот момент, когда человек сидит дома, очень важна. Мне кажется, ей будет очень приятно. Так. Она уже подключилась к нам. Сейчас посмотрим. Ку-ку! Оля, привет! Ку-ку-ку-ку! Как твои дела? Рассказывай. Прекрасно. Я сначала зашла к себе в прямой эфир. Хотела... Боже, а почему у меня такой зум? Ты приблизилась. Что у меня сегодня? Боже мой! Неужели я буду так разговаривать? Пальча-лядь. Вот так попробуй. А, ну, на так. Я тебя хорошо вижу. Единственное, что будут все видеть мои огромные глаза. Тогда я буду читать вопрос. Поэтому ты мне их, пожалуйста, озвучивай. Ладно? Хорошо, конечно. Первый вопрос. Почему ты вышла в свой прямой эфир? Мне, ребята, уважали. Я ждала тебя у себя в прямом эфире. Думала, что он сейчас будет здесь. Все, я поняла. Хорошо. Значит, первое. Привет тебе от всех твоих фан-клубов. Потому что ребята написали очень много задачей. На самом деле я хочу сказать, что мой фан-клуб вообще, те, кто меня любят, я не очень люблю называть их фанат или какое-то такое слово. Я, это просто, ну, люди, которые, которые меня, не знаю, меня любят, любят то, что я делаю. В общем, я хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. Что я передаю свою любовь каждому из вас, кто меня любит. Ну, и, в принципе, всему, всему, всему РУ-ТВ в нашей стране. Поль, мы тебя тоже любим. Да, спасибо. Кайф. Между прочим, я эти дни была на даче, ну, на самоизоляции. Сначала я была почти три недели дома на изоляции, потом поняла, что, ну, уже тяжело сидеть в квартире. Я уже не спрашивала. Я дома уже бегала, я дома уже прыгала, я дома уже, у меня были не гантели, а книжки. Я, не знаю, переготовила все возможные какие-то, не знаю, кексы, пирожные, печенье, всё, что угодно, борщи. Ты готовишь? Ты готовишь даже борщ? Я, на самом деле, очень классно готовлю. Я вообще для меня, честно сказать, не думаю, что это самая лучшая тема сейчас наоболтать, но в целом, просто как информация, да, я реально хорошо готовлю. Я делаю час, потому что для меня это такой медитативный процесс. Я воспринимаю его как вот реально какой-то отдых, знаешь, вот там кто-то смотрит домик-пак, кто-то готовит, кто-то там, не знаю, какие-то guilty pleasures, но в моем случае такая полезная штука, поэтому полезная для окружающих. Оль, это супер. Мне кажется, все мужчины, да и девушки поняли, что ты не только секс-символ, но ещё и потрясающая хозяйка. Давай перейдём к творчеству, а потом к вопросу. У меня красот была сушилка, понимаешь, все увидели, как у меня тут сушат и покрывало. Итак, давай по поводу творчества поговорим. Буквально две недели назад у тебя вышел новый музыкальный клип, причём это первая твоя сольная видеоработа, правильно? Да, всё верно. Просто для меня это... У меня в этот день просто было какое-то внутреннее ощущение праздника, как в дни рождения. Кстати, действительно, я тебя с этим поздравляю, потому что работа получилась просто чудесной. Ты посмотрела её? Что? Да, я посмотрела. У меня будут вопросы по костюму чуть-чуть. Итак, по поводу, что же ты наделал, и тема космоса. Как ты это связала, как пришла идея? Ну, ты знаешь, этот трек, ну, понятно, звук 80-е, всё очень понятно. И мне хотелось оттолкнуться от того, что происходило в 80-х. То есть, грубо говоря, взять не эстетику визуальную, как снимали тогда, какие, ну, вообще, как это всё происходило, а именно событийность. И мы начали с командой перебирать, когда уже начали с режиссёром работать, с Никитой Черником, который снял этот клип. Мы начали смотреть, что было, что самое важное. И мы поняли, что был просто реально огромный бум на всё, что связано с космосом, всякий барбарелла-стайл, ну, то есть, по-моему, реальных испытаний. Ну, в общем, космос интересовал всех. И мы подумали о том, что это классная мысль, то есть, как бы, создать в визуальном ряде, ну, то есть, суть того времени именно вот с точки зрения качественного контента, который в то время производился. Ну, и, в принципе, я космос очень люблю. Во-первых, я родилась в день космонавтики. У меня, знаешь, с самого детства, типа, серия «Кем ты хочешь стать?» и это, конечно, вот тот космонавт. Ну, да, то есть, я ничего не могла придумать и называла, как бы, самое очевидное. Ну, и, в общем, одним словом, это, как хочешь сказать, и, во-вторых, это красиво. Это очень красиво, я с этим полностью согласна. Это офигенно. Расскажи, пожалуйста, у тебя там вроде настоящий космонавтский костюм. Да. Действительно. Где ты его нарыла, расскажи. Ну, это уже режиссёрская команда, команда, с которой работали, они искали. Мне было очень важно, чтобы это был не какой-то муляж, а чтобы это был реальный костюм. Они позвонили куда надо. Нашли этот костюм. Конечно, внутри никого не было. То есть, в машине я была одна. У нас в ряду, что как бы с космонавтом... Оказалось, что ты не одна. Да. Но это было прикольно. Я в какой-то момент за столько времени провела в этой машине, что мне в какой-то момент показалось, что я реально не одна. Я вообще не разговаривала, потому что мне было очень тяжело двигаться в этих латок, в моём костюме космическом. Поэтому я долго там всё делала. И на самом деле самая большая сложность была найти эту машину, потому что мы хотели сделать некую метафору от родстера Илона Маска, который летит... То есть, его машина летит в реальности где-то в космосе на Марс с таким космонавтом. И нам очень хотелось повторить, создать эту метафору и, в общем, посадить меня в эту машину. И чтобы все понимали, что я тоже куда-то на Марс лечу. Ты очень гармонично смотришься в этих костюмах, в принципе, декорации. Скажи, пожалуйста, по поводу костюмов. Я знаю, что тебе их шили индивидуально. Так почему же тогда они неудобные? Слушай, ну, да, могу сказать, что всё, что на мне было, это всё было сделано специально для видео. Но, понимаешь, дело в том, что всё, что связано с космическим моим костюмом, он не из ткани, он сделан из специального вылитого, ну, не металлического, конечно, больше, наверное... Ну, что-то такое, что застывает, да? Да, это не ткань. Плюс ко всему это корсет. То, что сверху, это корсет. И это всё очень сильно меня сжимало. И более того, когда я ещё вылетала и делала вот эти трюки в машине, под этим корсетом было, ну, в общем... Тросы ко мне купились, да, тросы. И, в общем, это было... Я не знаю, насколько я внутри этого костюма вообще уменьшила, сколько меня там сжали. И мне нужно было как-то ещё, ну, не знаю, какие-то фигуры делать. И, по-моему, режиссёр думал, что мне вообще хорошо. И он просто, ну, ты можешь ещё вот так вот ручку, а ты можешь ещё вот так, можешь. И я просто, я, во-первых, это первый раз в жизни делала. Во-вторых, мне кажется, у меня там была такая зарядка, знаешь, что у меня дня два ещё... Мне просто ходить было тяжело, потому что мышцы были все в тонусе в таком. Оль, но это того стоило. Да, это действительно. Молодец, несильная девушка, но это того стоило. Блин, потрясающе. И костюм очень красиво. Спасибо большое. Так, по поводу... Да. Я думаю, что для меня реально была... То есть для меня эта работа была очень важна, потому что она первая моя сольная работа. И я хотела бескомпромиссно сделать красиво. Поэтому... Я поняла. Самое главное выстрелить, потому что первая работа запоминается, как первая машина, да? Да. Так, совсем скоро в пятницу у тебя выйдет сингл новый, правильно? Да. Да, это как раз... Расскажи. То, значит, то, о чем я хотела поделиться, именно с тобой и со всеми теми, кто сейчас смотрит нас, через два дня, 7 апреля, у меня выйдет новая песня. О чем она? Кажется, я знаю, что она по поводу твоего дня рождения. Или приводится к этому событию? Ты знаешь, я мечтаю сделать эту песню про день рождения, и я обязательно ее сделаю. Но в этот раз это не про день рождения, но эта песня немного... Во-первых, она очень сильно отличается от этой, что она делала. Во-вторых, она очень состоянческая. Ну, музыку вообще тяжело описывать, но суть в том, что она... Она очень... Крутая. Крутая, хорошо. А на тему? Так же наоборот? Тема такая, что... Оля, ладно, тема, просто наобой пару строчек нам, и все. Ты хочешь? Можешь, Оля? Ну, чуть-чуть. Оля? Ну, чуть-чуть. Одну строчку. Давай, хорошо. Это будет суперэсклюзив для РУ-ТВ. Спасибо тебе. Давай. Очень интересно. Тонем море, как упахнет солью, солью с твоей любовью только... Я дальше не буду. Ну! Я что-то растанцевалась. Оль, потрясающе. На самом деле, она... Она очень подходит под состояние, которое находится человек в самоизоляции. То есть, когда ты немного не успеваешь, у тебя нет возможности проявить себя, я не знаю, реализовать на все сто процентов, и ты хочешь как бы выливать, вот как-то, я не знаю, вот в самоизоляции у меня... Ну, мне кажется, у всех людей, вот мы начинаем что-то делать, и мы очень сильно фокусируемся на одной какой-то вещи, потому что, ну, как бы, пространство закрытое, и ты продаешь очень много... Не знаю, и очень много внутри себя, ну, как бы, ты в себе все равно, согласись, очень много гоняешь музыку сюда-сюда, и анализируешь это вообще. Кстати, конечно, это все очень грустно, я надеюсь, что все здоровы, что все себя берегут и хранят, но, тем не менее, раз уж так случилось, то, наверное, может быть, каждому стоит... Не то, чтобы подумать, почему. Мы не виноваты, никто ни в чем не виноват, мы оказались заложниками ситуации. Но можно провести просто это время с пользой. Я имею в виду, может быть, разобраться чуть-чуть в своих ощущениях, в своих желаниях. Например, я знаю точно, что кто-то сталкивается с проблемами на работе, потому что кому-то сложно, это, ну, удаленка, кому... Ну, я не знаю, ну, то есть, бывает разное обстоятельство, и у всех разная работа. И при этом... Ну, в общем, одним словом, может быть, это то время, когда стоит вспомнить о том, кто есть ты, чего ты сам очень хотел бы, но забыл об этом. Да, да, да. Это правда. Я согласна абсолютно. Ну, короче говоря, я просто... Я хочу всех переживающих на тему ну, этой всей ситуации настроить на то, чтобы мы все равно попытались извлекать плюсы. Да, согласна. И выгоду для себя и для своего развития. Абсолютно. Вот, да, и чтение книг, и, ну, и вообще это все, конечно, банальность, но это правда. И мы... Что ты читала на Грандине? Расскажи. Я сейчас читаю, я читаю просто большую очень книгу, вот такую вот, вот такую. Это сколько? Она называется «Маленькая жизнь», она реально очень толстая, в ней там почти тысяча, я не помню, сколько страниц, ну, 700, наверное, около 700 страниц. Я сейчас где-то, ну, переплыла за середину уже. Называется «Маленькая жизнь». Ханья. И мне кто-то сейчас поможет. Забыла, я все время забываю название, либо название книги, либо имя автора. Автора, да. Я, ну, короче, она, ну, новая, новая достаточно книга, прикольная. Хорошо, чем еще занимаешься? Ты рассказала, что ты готовишь. Значит, что ты прыгала, бегала по квартире, что еще? Да. Ну, потом я уехала на дачу, и на даче я занимаюсь тем, что я все время топлю печку. Ну, дело в том, что у меня дача летняя, я не планировала, как бы я на нее залетаю буквально на выходные летом. Ну, она, там много места, там большая территория, но она не предназначена для зимы, поэтому, ну, слава богу, там есть русская печка и камин, и все это приходится топить. Ну, в общем, я занимаюсь какой-то ерундой, но, но на самом деле это тоже хорошо, потому что это очень расслабляет мозг, опять же. Но, правда. На даче я написала песню. Какую? Рассказывай. Она что? Она что? Она выйдет летом. Я реально, я реально уехала туда и думала, вот я там и ее напишу. И я это сделала, честно скажу, это очень, у нее очень своеобразный, очень прикольный концепт по этой песне. Я не буду рассказывать, потому что, ну, она пока еще даже не записана, как бы, просто придумана. Пока это не стандартно. Она очень нестандартна для того, что я делаю, но очень крутая будет. В общем, я стараюсь находить все равно, не важно где, важно как. Стараюсь творчеством везде все-таки заниматься творчеством. Да. Хорошо, по поводу творчества. Ты говоришь, она будет не похожа на то, что ты делаешь. А как ты можешь описать свой стиль, который ты сейчас несешь, который будет, возможно, новой песней, которая сейчас есть? Ну, я очень люблю лирику, наверное, как большинство русских людей, хотя внутренне, у меня очень максимально позитивный вайб. То есть, на своих концертах я всегда, ну, в общем, мне важно, чтобы все, кто ел, спал, не знаю, разговаривал, был прямо около меня. И так и происходит всегда. Ну, то есть, я очень, я очень, очень щедро делюсь своей, как бы, энергией на концертах. Ну, наверное, как многие артисты, но у меня это, у меня, в общем, одним словом, я позитивный артист. Но я обожаю, чтобы вот, грустинка была, вот чуть-чуть, можно под нее плясать, но чтобы она была. Да, да. То, что я сейчас последнее, вот, новое написала, это как раз необычно для меня тем, что оно, там нет грустинки, но есть, короче, классный вайб. Ой, ну, интересно, то есть, она будет полностью такая легкая, передняя позитивная, да? Да, но это то, что я сейчас сделала, а то, что вы послезавтра, это просто будет, ну, про себя, про душу. Ну, да, но она будет очень, короче, она с внутренним таким, знаешь, каким-то заводным механизмом, который заставит тебя надеть наушники и ее слушать все равно, и под нее получать ощущение, что ты очень особенный. То есть, эта песня дает состояние особенности тебя самого. Это очень важно. очень частый вопрос. Сколько стоил этот космический клип? Дорого. Честно, ребята, скажу, я открывать не буду, я не буду сейчас называть сумму, но это реально очень дорого. Это был, эта работа была очень дорогой, но тут дело не в сумме, а дело в том, что мне хотелось, чтобы это было так, как я это чувствую, как я это вижу, и чтобы было качество на максимально классном уровне. то есть, как бы мне не было цели потратить деньги, но сегодня все стоит денег. Но я скажу вам особенность этого клипа, что здесь нет графики практически вообще только в одном кадре, где я в облаках падаю. Это все огромный, мощнейший проектор, на котором мы создавали сами вот эти все графические рисунки и космос, и все остальное. Ну, в общем, это с технической точки зрения, даже еще с технической точки зрения, это очень качественная работа. Ну, в общем, клип, правда, я на него потратила, но мне хотелось, чтобы вы видели качество, я не хотела, чтобы вы видели просто красивенькую Оленьку. Но вы ее так видите, конечно, но... И люблю. И очень-очень люблю. Спасибо. В общем, он получился дорогой и для тебя, и для души, и действительно в деньгах. Да, но тут я опять же расскажу, что суть не в деньгах. Суть в том, что я не акцентировала на этом вопросе, я хотела делать максимальную красоту. Ты хотела то, что у тебя в голове принести в реальность, правильно? Да. Это да, действительно так. Я делаю ремонт, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Есть! Так, есть еще вопрос. С кем бы ты хотела спеть дуэтом? Может быть, не с кем ты планируешь, а просто вообще в целом из российского шоу-бизнеса? Ну, я к дуэтам отношусь очень осторожно и очень, ну, не то, что внимательно, там, я подбираю кандидатов, кандидатов. Это всегда творческая коллаборация. Это может быть даже так, что я, например, никогда бы не думала об этом артисте с точки зрения коллаба с ним, но вдруг мы оказались где-то и поняли, что мы, ну, типа, давай-давай, я не знаю, как это бывает у людей. Азарт какой-то. Ну, да, и ты понимаешь, что ты чувствуешь человека, то, то это должно быть так. Все, с кем я дуэтилась, всегда было так. Это сто процентов. У меня, ну, это не секрет уже, но у меня будет дуэт в этом, ну, то есть этим летом. Не буду говорить с кем, надеюсь. Ну, Хорошо, подожди, Оля, почему сразу не будет говорить? Хотя бы, а я знаю, девушка или мужчина? Мальчик. Мальчик. Ой, блондин или брюнет? А-а-а! Ну, пожалуйста! Ну, какой-то мальчик? Нет, ну, слушай, блондин и брюнет уже у нас полно. Ну, хорошо. Ну, он бывает разным, конечно. Ну, я тебе скажу, что он бывает разным. Ну, в смысле, он артист, артисты бывают разные, но это тот дуэт, который, это дуэт с музыкантом, понимаешь? То есть он, он артист, он певец, но он еще и музыкант. И для меня это просто, не знаю, я с ума схожу, по-моему, по тем, кто... Буду вычислять после эфира, с кем у тебя будет. А вы не вычислишь, мне кажется, ты не вычислишь. Это достаточно... Это, ну, не могу сказать, что это тот, кто... кто придет тебе первым в голову. Хорошо, кто-то первый сразу от метода говорит. Так, есть еще вопрос, самое твое любимое коронное блюдо, которое ты готовишь, прям вот лучше всех. Ой, это все. Какая нескромность. Я нескромная, я нескромная, это правда. Нет, я честная. Хорошо. Я говорю, что-то про борщ, борщ реально прикольный. Ну, допустим, я классно готовлю... Я классно экспериментирую, знаешь, иногда, то есть я, я, скорее всего, экспериментатор. Бывают, конечно, провальщики. У меня... Я один раз расскажу тебе, просто мой провал. Ну, давай. Я решила, думаю, я тоже могу сделать креветки васаби. В общем, одним словом, это было прикольно, это было вкусно, но через секунды-две, когда ты подумал вкусно, я добавляла, видимо, я добавила столько васаби, что у меня просто сжигалось там все во рту. В общем, это был мой провал. Но, в общем, короче, это было ужасно, но было очень смешно. Ой, нормально, я тоже так один раз в детстве, когда пыталась готовить, целую курицу сделала в духовке с потрохами, со всем вместе. Нормально. Скажи, пожалуйста, стараешься ли ты правильно питаться в самоизоляции? От Ольги, у вас вопрос. Да, я действительно стараюсь правильно питаться. В Москве, но дома, когда я была, у меня это хорошо получалось, на даче не очень хорошо получается, потому что там еще мой маленький племянник, мама, в общем, его семья, короче, все, много там, людей, но я стараюсь. Я, кстати, сегодня, когда приехала, первое, что я сделала, я взвесилась и поняла, что надо чуть-чуть, так сказать, себя поддержать. Ну, тяжеловато это все, конечно, но я думаю о том, что мы все же люди. Это правда. Это абсолютная правда. Я считаю, что каждый имеет право немного поправиться или немного похудеть, это нормально. Мы живой организм, мы не можем, мы не роботы. да, поэтому я так же себе говорю, вот абсолютно, и я себе разрешаю быть собой. Ну, конечно, я буду лукавить и скажу, что я на это не обращаю внимания, я стараюсь. Буду бегать, сейчас чуть-чуть теплее, буду бегать. Так нельзя пока. Пока, нет, но я на даче, дома-то нет. А, дома-то? На даче можно? Ладно. На территории, вот так вдоль забора. Вокруг дома. Да. Раз кирпичик, два кирпичика. Я попыталась, но пока еще холодно, я тоже на даче могу. Да, да. Оль, смотри, у меня есть для тебя маленький эксперимент. Ты человек, который может красиво сфоткаться везде. Хоть на дачу, хоть где. Ага. Вот, смотри. Я хочу от тебя увидеть некий такой экспресс-курс, как сфотографироваться в стенах дома, где по-хорошему нет супер-клевого освещения или супер-классного. что-то такого. Расскажи, как ты это делаешь, а лучше покажи, если можешь. Например, вот здесь сфоткаться хорошо, а вот здесь не очень. Ты знаешь, ну, сейчас не покажу, потому что у меня не сушка. Не хочу. И там игрушки мягкие. Короче, суть в том, что самое классное, это дневной свет. Выходишь к окну, ровно чтобы стоять напротив окна, не от окна, а на окно. И это самый лучший. То есть, неважно на, как бы, что-то там у вас сзади, потому что весь акцент всегда на лицо, на классный, на классный свет, естественный. Лучше него нет ничего. Поэтому это весь мой секрет. Других секретов я не знаю, потому что я не могу сказать, что я в этом... Ну, короче, себя я... Вот селфи у меня всегда траблы. Я кого-то сфотографировать красиво могу. У меня было очень много практики в группе Серебро. Себя тяжеловато. Но дневной свет, реально, дневной свет. Хорошо. А ты вообще обрабатываешь фотки? Используешь в фотошоп? Минимально. Ну, знаешь как? Я не корректирую там, не знаю, не уменьшаю, как бы, части тела. Но, конечно, если я скажу, что я вообще их не обрабатываю, это будет тоже, ну, как бы, ну, немножко обрабатываю. Так, чтобы... знаешь, как бы... Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, Ну, не буду брать, чуть-чуть обрабатываю. Но, ты знаешь, кстати, я люблю вообще микс. Некоторые фотографии выкладываю, вообще их не трогая. Ну, бывает. Ну, где я подальше? Я так не делаю, это не могу. Морально. Немножко, знаешь, когда это все внутри композиции, ну, в общем, все зависит, я могу сказать, что не могу, точнее, могу сказать, что я не могу сказать, что я сильно парюсь. Хотя, видишь, сейчас, как бы, маску, как бы, маски я в красивой... Ну, что делать? Ты не в красивой маске, а у тебя, в принципе, очень красивый макияж. Да, но я могу, кстати, убрать маску, чтобы все рассмотрели мои там, не до чего-то, если что. Давай, убирай, я без маски. Блин, а как я убрать-то? Также нажать на масочку, а потом слева в самом, в самой левом, крути, получается, там просто значок зачеркнутый, там без масок. Такой кружок перечеркнутый. я сейчас фарфаку сделаю. Мяу. Вот, Оленька. Мне кажется, ничего не изменилось, если честно. Ну да, ну хватит, я буду вот так вот. ой. Давай. Ой, а у меня, по-моему, я стала меньше, меньше. Почему ты стала меньше? Я имею в виду, у меня этот зум ушел. Да, кстати, скулы немножко уже стало поменьше, действительно. Я похудела, смотрите, на время эфира. Кстати, Слушай, мысли материальные. Ну да, я, кстати, хочу сказать, что я перепутала, у меня релиз будет не седьмого, а десятого, так что я дала вам чуть больше времени подождать. Да, да, в пятницу, в десятого. В пятницу, в десятый час, я просто уже запуталась в днях и ночах. Это нормально, мы все сидим дома. Расскажи, пожалуйста, у тебя 12 апреля день рождения. Да. Что ты планируешь делать, когда нельзя устроить праздник, нельзя подать гостей? Ты знаешь, я пока, я забила на свой ДРМ в этом году. Ну, мне будет приятно от того, что я буду находить семью, опять же, как бы на дачке. Но, но в целом я думаю, что это такой как бы особенный вот момент получился у всех, кто в апреле, дай бог, чтобы май уже прошел. Ну, тут просто как бы я ничего не жду от своего дня рождения, но я жду поздравлений от всех тех, кто на меня подписан. я жду как раз, чтобы, может быть, не знаю, каких-то таких вот вниманий через онлайн мне будет достаточно. Ой, я согласна. Может быть, кто-то из ребят фан-клуба у меня услышите сейчас, сделает какое-то видео, поздравления. Они, кстати, всегда, они всегда что-то делают. Я в этот день вообще чувствую себя очень особенно. Это круто. Хорошо, а что ждешь в плане подарков? Ждешь ли вообще чего-то, в принципе? Подарков, ну, понимаешь, вот из-за этого карантина я не могу ждать никаких, ну, я вообще подарков не жду. Никогда. У меня не такого, что так, когда у меня есть там, не жмем подарочков, но в целом я думаю о том, что сейчас очень тяжело даже сделать подарок, даже если очень хочется. Соответственно, ну, как бы, просто классное настроение от того, что я есть. Ну, я имею в виду, что сегодня день, как бы, что я есть, что все рядом, что солнце, ну, вот какие-то такие очень максимально простые радости. Уже это хорошо. Это правда, от человеческого тепла, да. вот, правда, ничего материального, в этом году при этих обстоятельствах никаких вот подтверждений, знаешь, когда подарок, это подтверждение там отношений. Ничего этого не надо, просто пусть все будут здоровы, пусть у всех будет все хорошо. Это самый лучший подарок. Я хочу, чтобы все берегли себя, пожалуйста. Зрители, РУ-ТВ, пожалуйста, берегите себя, делайте все, чтобы вы были безопасны. Стив? Просто максимально сидеть дома. Да, сидите дома, пожалуйста. Все просто. Мы все вместе объединились, и мы с тобой тоже. Да. Также абсолютно общаемся. Поэтому, ребята, также выходите в онлайн, если хотите общаться с кем-то лучше, чем встречаться в данный период времени, по крайней мере. у нее вообще нет адресата. Эта песня, я хотела вот такой движ, я хотела настроение, я хотела, чтобы у нее было хотеться танцевать, я хотела, чтобы, короче, хотела движухи. Мне кажется, каждый нашел себя в этой песне. Да, кайф, кайф, это про новую жизнь, про новую, как бы, страницу, про новый этап, не отрицая того, что было, просто это что-то новое. Типа, я забыла все давно, что было, да, тебя, понимаешь? То есть, это как бы, это такая веселая частушка, я не знаю, это веселая песня, веселая, легкая, очень понятная, очень простая, с таким, с внутренним движком. Оля, очень стильная. Слушай, а вот с этим визуалом, который с клипом, мне кажется, эту песню нужно вообще смотреть с клипом, потому что клип ее максимально, как бы, насыщает вкусом еще, понимаешь? Да. Ну, как тебе описать? Ты погружаешься. Да. Это правда. Идем. Но я не слышала отдельно песню, я посмотрела сразу целиком работу. Круто, у тебя самый лучший вайп был. Да? Так наоборот, то есть да. Все смотрите клип вместе с песней, все вместе. Правильно? Ну, мне кажется, что да. Хорошо. Ну, потом все можно отдельно. А потом уже второй раз. Уже можно отдельно. Песню полюбил, все, уже можно слышать просто так. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, планируешь ли ты в этот период, пока ты сидишь дома, написать еще какое-то большое количество песен? То есть есть ли у тебя какой-то дедлайн, план или что-то такое? У меня сейчас готова музыка на ближайшее время, которую я собираюсь релизить. Релизы готовы до, ну, в принципе, до конца лета. Я уже все запланировала, пропланировала. Да, я очень, когда я начала быть самостоятельным, ну, артистом, когда у меня появилась самостоятельная, так сказать, налево-право, я начала просто с какой-то жадностью делать музыку новую. И у меня достаточно много ее накопилось, поэтому релизы я все запланировала уже. Конечно, никогда не бывает такого, что типа все, можно на пенсию там, знаешь там, или можно ничего не писать. Мне очень хочется писать, потому что у меня много что внутри есть, о чем спеть. Вот я бла-бла не очень люблю, я имею в виду рассказывать, понимаете, я самая крутая, понимаете, я вот, то есть у меня нет цели быть, ну, там сейчас в каждом прямом эфире, делать все подряд. Я хочу оставаться, ну, так, как я себя чувствую, и сконцентрироваться реально на музыке, поэтому это классный вопрос. Я просто, я не буду зацикливаться на количестве или на каком-то вот стремлении сделать в срок, в какой-то сейчас это невозможно, потому что очень много еще как бы, ну, все, все чуть-чуть такое, знаешь, сейчас неопределенное, непонятное. Конечно, ну, сейчас очень много, что хочется сделать, снять, там, я не знаю, очень много идей, но ты не можешь их реализовать, потому что, а, тупо все закрыто, бэ, невозможно, в-третьих, ты не можешь рисковать другими людьми, не можешь составлять, ну, как бы вот, и самому тоже не надо рисковать. То есть, конечно, это обламывает очень много, много движухи, ну, как бы много, много идей, много всего сейчас сложно. Условно, я хотела сделать и хочу сделать онлайн-концерт. Интересно. И я столкнулась с тем, что площадки, которые, ну, то есть, изначально, конечно, я могла его бы сделать, там, в домашних условиях, условно, с гитаристом, с клавишником, и в квартирке снять. Но мне хотелось сделать очень красиво, очень качественно, и я хочу это сделать. Но площадки, которые мне нравились, идеи, которые мне нравились, ну, как бы невозможно, с каждым днем все было больше невозможно реализовать. Поэтому я, конечно, держу руку на пульсе и смотрю, когда что-то может появиться. То есть, не хочу делать лишь бы как, хочу сделать хорошо. Поэтому я просто обещала своим малышам онлайн-концерт, но пока я этого не исполнила, но, как бы, ребята, я честно стараюсь это сделать, просто хочу сделать качественно. Вот кто-то пишет, просто пой дома. Оля, просто пой, мы хотим тебя слышать. В конце концов, если я пойму, что все это будет нереально, я буду петь дома. Это очень хорошо, мы будем ждать. Оля, дай, пожалуйста, три совета, самых главных, на твой взгляд. Как люди должны себя вести или что делать, или что чувствовать, о чем думать, чтобы не загрустить, чтобы как-то не закопаться в себе во время того, как они сходят. это, кстати, очень крутой вопрос. Первое, на мой взгляд, нужно, нужно, записывай, пожалуйста. Первое, что нужно, это, то есть, не поддаваться чувствам, головой понять, что я, ну, то есть, нужно ситуацию воспринимать через голову. То есть, не позволять, чтобы эмоции брали вверх, потому что действительно можно попасть в депрессию, можно загрустить, можно вообще, как бы, уехать куда-то далеко, но и потом будет тяжело выходить. Не поддаваться эмоциям. Не поддаваться эмоциям, включить максимально, вот, голову. Ну, то есть, логику, дедукцию, голову, вот, все то, что, грубо говоря, формирует след, как это? Логическую цепочку. Ну, логическую цепочку, и причину связи. Да. Это первое, это как раз всегда будет оттормаживать от момента, когда, типа, блин, как я уже, вы поняли? Идеть дома. Да что будет, если я выйду просто на улицу? Да что будет? Да ладно. Ну, как бы, то есть, в какой-то момент можно немножко забыться и нарушить меры предосторожности и, ну, как минимум, получить, ну, иметь риск. Поэтому, в общем, это будет помогать. Еще. Дальше. Второй совет. Реально заполнять свой день делами. Ну, то есть, книга обязательно. Вот вы должны себе писать, что я прочитаю, если выбрали уже книгу, прочитаю сегодня там столько страниц, там 50 страниц или 30, ну, у кого какой темп, у кого-то 100, неважно, кто как читает. Вот, обязательно. То есть, нужно делать какую-то работу в день 100%. Что-то, за что ты будешь, так, а я вот, ну, как бы, день не потерялся. То есть, помыть посуду, погладить, да, постирать, что-то такое даже. Ну, я бы бытовые дела воспринимала как зарядку, то есть, как бы, у меня бы это относилось к зарядке, в моем случае. А вот, дела этой серии, почитать, может быть, какие-то онлайн-курсы, порисовать, вот, вспомнить свои хобби, вспомнить такое, что приносит удовольствие. Ну, я бы так сделала. Я сейчас превратилась, мне кажется, что психолога нет. Нет, все хорошо, еще третий совет. И третий совет, улыбаться, реально, ребята, улыбаться. Хочется, не хочется, вспомни, улыбнись, что-нибудь хорошее, то есть, держать себя на позитивной ноте, потому что позитив, это наш иммунитет. Это правда. Будьте здоровы, это советы были от доктора Ольги Селябкиной. Ольга, спасибо тебе большое за очень классный душевный эфир, я была рада с тобой познакомиться. Мне кажется, все зрители получили удовольствие от этого общения, ты нам раскрыла некоторые секреты, спела, поэтому, ребята, кто пропустил, пересматривайте, я эфир сохраню. Ольга, спасибо тебе большое. Спасибо большое, я потом жду, когда будет пейджет, что ты написала мне в директ, можешь даже с аккаунта, или со своего личного, я буду ждать. Всем желаю хорошего дня, будьте здоровы. До встречи. До встречи в студии РУТВ когда-нибудь. До встречи, да, обязательно. Пока-пока, рада знакомству. Пока. Ребята, не отключаемся, подождите, у меня для вас интересная информация. Во-первых, это была Оля Серяткина, все, кто пропустил наш диалог, обязательно пересмотрите, я этот эфир сохраню. Во-вторых, хочу вам рассказать, кого еще вам ждать. Итак, завтра, во вторник, 7 апреля, в 15.00, будет прямой эфир с группой РАСА. Далее, в 18.00, в этот же день, будет Регина Тодоренко и Влад Топалов, не пропустите. В среду, в 8 апреля, Артур Пирожков, в 15.00. Я точно подключусь и вам советую. Мне кажется, это будет супер, мега зажигательно. В 18.00, Люса Чеботина. В четверг, в 15.00, Ирина Тупцова. И далее, в 18.00, не лето. Это я тоже очень, очень, очень жду. Так, в пятницу, 10 апреля, в 15.00, Дима Ерунзевич. Обязательно, ребята, подключайтесь уже завтра. в 15.00, в 18.00. Так практически каждый день. Поэтому не теряйте нас. Мы здесь, мы с вами и на телеканале РУ-ТВ, и в инстаграме телеканала РУ-ТВ. Меня зовут Наташа Артемьева. Я надеюсь, что вам, ребята, все понравилось. Оставайтесь с нами, не скучайте дома. И самое главное, как сказала Оля Серебкина, улыбайтесь. Все, друзья, всем пока-пока.